Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня вот такая вот пидея, как правильно называется. Правда, не в очень красивом виде приехал, но это уже не мой косяк. Так запаковали. Это была бабушка. В общем, короче, не в очень красивом виде, но не мой косяк. Еще я очень хотела попробовать наконец-то сырные подушечки. Это новинка в KFC. Говорят, что они прям так тянутся. Ну что, давайте попробуем. Ничего не тянется, но вкусно. Я подготовила и сок, и у меня здесь еще чай. Я обожаю чай, особенно зимой. Не могу без чая, как я люблю чай. Это прям нечто. Мне нравится. Вопрос от подписчицы под прошлым видео. Итак, хочу ответить на вопрос. Вопрос задает Фариза Коку. Не пропускаю ни одного видео, и не важно, в каком формате. Спасибо огромное. Айка, хочу задать вопрос. Есть ли родственники, которым не нравится, чем ты занимаешься? И вообще, как родственники к этому относятся? Что касается родственников, им параллельно. Не могу сказать, что кто-то что-то сейчас говорит. Когда я только начала, были кое-кто кое-что говорил маме. Сейчас, конечно, такого нету, но, если честно, я и не особо общаюсь с родственниками. У папы есть брат, которого, например, я даже не помню. Не то, что все в ссоре с ним. Просто он как-то сам не изъявляет желания ни с кем общаться. Ни с кем из родственников я как бы не в ссоре. Ко всем очень хорошо отношусь, но не со всеми общаюсь тесно. Здесь что, лучок? Я почувствовала лук. Сказать, что мне в лицо или моей маме. Кто-то говорит, что вот Айка фигнёй страдает, что за фигню она снимает. Такого нет. Возможно, за спиной кто-то что-то говорит. Но в лицо точно нет. У меня папа любит общаться со всеми. Но я считаю, что нужно общаться с тем, с кем ты ладишь. Например, лучше всего отношения у меня с моим двоюродным братом, который теперь уже живёт неподалёку от нас. Он купил квартиру в соседнем здании. И это стало очень удобно. У нас просто разные подъезды. То есть мне до него дойти получается минуты две-три. Спустилась на лифте, поднялась к ним. А со стороны мамы я очень люблю свою тётю, которая живёт в Дагестане. Вряд ли она сейчас меня смотрит, но да ладно. Бабушка вчера переживала... Говорит, Айка, у меня никого не осталось. Ни родственников. То есть не то, что все отвернулись от неё. У них просто никого нету в живот. Даже младший брат моей бабушки тоже скончался лет пять назад. И она говорит, это тяжело. В том плане, что, например, ты хочешь куда-то пойти в гости, ты даже не знаешь, к кому. Потому что все умерли. Моей бабушке скоро девяносто. Она всю жизнь была активным человеком, со всеми общалась, ко всеми ходила в гости. За весь кипиш она была всегда за. То есть активная такая активистка была. Элементарно. Её одноклассницы, какие-то подруги, все скончались. В деревне были какие-то пожилые бабушки. Их тоже уже нет. А все равно с молодыми не так интересно. Вчера, наконец-то, мы увиделись с другом моего парня. Я мой парень и его друг. Мы увиделись, посидели. И мы были на машине его друга. И когда мы уже выходили, вдруг обнаружили, что рядом с его машиной другая машина. И водитель вышел из машины и начинает проверять свою машину, и машину, которая стоит. А кассу он поцарапал и хотел быстро улизнуть. Потом друг моего парня сказал, стой, я всё видел. Я иду. Подожди меня. Оказалось, что действительно на пустом месте просто взял, поцарапал его. Было темно, еле увидели. Вообще, говорят, часто бывает такое, что тебя поцарапали, просто взяли, уехали, и всё, скрылись с места преступления. А тут его прям поймали с поличным. Ну, а сразу начал извиняться, дал свой номер. Говорит, я всё оплачу. У меня есть мастер. Но всё равно неприятный инцидент. Вот ему надо было на пустом месте новая машина. Теперь 3-4 дня машина будет в этих сервисах. Пока красят, пока высохнет. Вот мы подумали, представьте, мы вышли бы из ресторана где-то на 5 минут позже. Мы бы даже не узнали, кто это сделал. Он бы просто уехал и всё забыл про эту ситуацию, как страшный сон. Или, например, мы бы встали на 5 минут пораньше. И этого бы не случилось. В течение обстоятельств. Ну, как говорится, таких проблем мы не боимся. Самое главное, чтобы глобальных каких-то не было. Это всё фигня. Царапину можно исправить. И как он сразу заметил, прикиньте, мы идём, мы находимся где-то за 10 метров до этого всего. Он сразу увидел и начал кричать ему, что стой, стой, стой. Я всё это видел. Я иду. Подожди. Он ещё в армии. Закончил универ. Закончил магистратуру в Италии. И теперь он в армии. А у нас как? Когда в армии, можно брать отпуск. За всё время службы ты можешь один раз взять отпуск. Приехать, повидеть домашних. Мне сестра двоюродная говорила, что у них такого нет. Напишите, пожалуйста, как у вас. Если парень, например, пошёл в армию, вы его видите через год. У нас на присяге можно его увидеть. Когда пройдёт полгода, можно взять отпуск где-то на 15 дней. Кому-то даже больше. В неделю один раз можно звонить, как я поняла. чтобы родители не волновались. Он как раз-таки находится там, где опасная зона, кстати, где армяне, там война была, и все дела. Но, говорит, ситуация налаживается, и слава богу. Пока. Десерт просто пушка Я уже не во сне увидела Что я была на белом таком джипе И мы с мамой поехали на вокзал Приезжал мой папа И потом с папой я предложила приехать обратно на такси Потому что я боюсь ехать за рулем И папа сказал, не очкуй, сядь за руль, я рядом Я, короче, такая еду И папа каждые пять минут делает мне замечание Что я неправильно перестроилась Я сделала что-то не так И, в общем, всю дорогу я типа была в стрессе На этом все, мои хорошие Я наелась Спасибо, что досмотрели это видео до конца А соус нам даже не понадобился Зря я его купила Всем пока